лишь избранный может ее починить а распаковочки продолжаются всем привет с вами макс пауэр сегодня у нас классная посылка с алиэкспресс покупка правильнее говорить покупка нужна для любого радиолюбителя мега нужна что-то может быть что-то большое не дешевая но так на такое полезное крокодильчики и все нет конечно он металлический а дом пластиковый сегодня у макса праздник радиотехнический наконец-то нормальное лабораторное блок питания дело в том что я пользуюсь своим стареньким блоком питания на него без слез гнезд глянешь он самодельный слабый без защит но линейный зато а это современные импульсные причем одна из последних моделей которые нашел на алиэкспресс есть конечно подороже но куда уж дороже даже это для меня казалось весьма дорого вот такой красивый в аптек программинг 10 power сапли есть него ручка вольтаж кстати это которая крутится во все стороны то же самое с силой тока есть юсб мягкие резиновые кнопочки такие вот удобные раскручивающиеся зажимные контакты опять же теряются будьте аккуратны надо им просто сделать как советских я видел расплющить переднюю часть можете сама это сделал и тогда как не будет она вываливаться кнопка power механическая сзади вентилятор блок питания с вентилятором входящая от 115 до 230 модель gbt 17478 хотя там была другая модель название ну что он гораздо компактнее вот она модель aps 3010h то есть до от меня 30 вольт и от 0 до 10 ампер очень популярная модель очень популярное напряжение мой в принципе аппаратурник тоже 25 дает вольт но не дает столько ампер и у него нет таких защит он не казался больше в принципе по размерам не такой здоровый как как компьютерный питание только чуть чуть длинше вот чтобы я сказал что же давайте посмотрим его в работе вот такая вот инструкция к нему идет комплекте все на английском заземление есть заземление хорошо вот у него характеристики по моделям хотелось мне сначала взять 60 вольтовую до 5 ампер то она тоже 300 ватт и они вообще в принципе все 300 ватт кроме от первой модели последних но во первых было было принципе по цене также но 5 ампер это меньше вот дело в том что в нашем деле особенно бытовой техники а также часто чиню автомобильные всякие агрегаты но не часто на попадаются и просто ампер важнее чем напряжение 60 вольт это очень редко где-то я могу использовать даже 45 и не редко встречал а тут либо 60 вольт 5 ампер либо 30 вот 10 ампер конечно 10 ампер предпочтительные многие лампы работают на 10 ампер многие агрегаты работают на такую силу пока насоса тоже автомобильного будет потреблять как раз 20 даже наверно может ампер брать без проблем тестировать моторы то что нужно короче 30 вольт 10 ампера такой прям идеально золотое правило золотая середина вот его параметры отклонения тут целых всего лишь 0 5 процентов это очень четко очень четко я считаю потом функция и все остальное пять запоминание значений а дисплей 5 на 5 индикаторов это хорошо из там на 3 индикатора из на 5 вот его органы управления так меры предосторожности мы сейчас вручную проверим на все меры предосторожности констант вольтаж констант курет то есть сила тока его напряжение по такой вот прямой линии поднимаются до максимума даже бузер есть у него что такое будет бузит бузит это хорошо что-то будет нам говорить значит если что-то не так пошло вот пожалуйста ссылка так макс чего начинает конечно же с разбора а вдруг там что-то забыли добавить я же должен посмотреть пользоваться им собираюсь очень очень долго мой проработал 10 лет и он еще будет работать возможно даже не повезу его на дачу как закручено вот это скрутили от хорошо ничего не болтается вообще весь принципе ничего не болтается очень как-то обратно собран даже ножки есть лабораторный блок питания мега полезная вещь кто будет заниматься радиотехникой это вообще одно из самых важных вещей после мультиметра то можно питаться стационарного какого-нибудь статичного это сказал блок питания типа компьютерного там есть и 5 и 3 и 3 вольта и 12 вольт а также можно между ними как раз значение делать я так и делал всегда но когда тебе важна скорость и чтобы не париться и меньше проводов было и надежнее все было тем более платы дорогие которые делаешь лучше купить лабораторник все же он уже немножечко повышает класс ремонта согласитесь по корпусу очень похож на сварочники которые разбирал и мы уже чинили даже несколько штук дача все так сделано можно и саму другой корпус сделать если найти с дырочками или например взять готовые от видиков очень хорошие листы металл уже с дырочками вентиляция мысну ты же хотел сам свой собрать давай соберем соберем попозже мне просто нужно сейчас одну вещь которую пускай будет как это он все равно это же производство это же завод тут уже все наработано все рассчитано хайд вольтаж денджер нижняя часть вот в принципе на белой отведена очень хорошо видно что инженеры подходили с умом здесь то здесь опасно здесь относительно безопасно ух ты так он и устроен как сварочник очень похож огромный конденсаторы входящие 680 микрофарад не кисло 200 вольт две штуки тут трансформатор тут трансформатор тут тут все тут есть фильтр стоит вон смотрите распаян полностью это замечательно фильтр то что нужно вот это вот измерительный шунт измеряет силу тока немножечко закреплена но чуть чуть не до конца хотя вот пойдет вроде дроссель пойдет два мощных транзистора накачивающих скорее всего этот транзистор от идиот шотки который уже на упрямление идет все на одном радиаторе сразу охлаждается одним вентилятором 12 вольтом вот тут у нас еще какая-то а это 230 вольт стоит кстати вот переключалка смотрите внимательно не переключите лишний раз а то я помню в старых компьютерных бп сейчас вроде все универсальные без переключалки тут но старых точно было 110 и 220 и кто-то там переключал случайно его так бах происходило так подключено основные провода красный черный такой средней толщины здесь своя прошивка кстати у него есть мне кажется можно же наверно прошиваться через usb попробовать а причем смотрите распаян usb не просто так это сделано прошивка лабораторники это же здорово включатель мощный даже дорабатывать я не знаю напишите чтобы вы доработали здесь можно радиатор еще больше бы увеличить сюда нарастить я хочу почему-то хотя другой стороны здесь часть вентилируется воздуха и отсюда забирать теплом возможно так нужно то сейчас макс свои эффективные улучшения сделают еще хуже сделать можно то что стабилизаторы греются тут чип есть один чип другой ну так то клево а зачем я взял с памятью там был без памяти он дешевле но с памятью это удобно согласитесь я постоянно делаю например 5 вольт 1 ампер 12 вольт 2 ампера хоп ну или какое специфичное напряжение на 9 вольт частенько делаю чтобы там не сидеть крутить этот 9 вольт пол ампера и проверяешь рюшки я думаю разберусь короче вот такой бп стоит недешево согласен но я думаю один раз можно взять за сколько 6 тысяч у меня вышел 6 тысяч 2 ремонта 1000 и того 12 ну 10-12 платы и он отработает свое за полмесяца уже окупится отличная покупка я считаю соберем и испытаем напишите какие улучшения можно сюда сделать потом в работе посмотрим место тут еще есть какую плату засунуть чего-нибудь радиоприемник засунуть туда или патри плеер макс но в принципе я чубы не за заодно можно музыку слушать на все динамик поставить сюда регулятора шутка а может и не шутка с контрагайкой откуда и такую открутил верно да так и было вот отсюда на видно покраски наверно типа сервис ли даже каким-то образом раскрутиться одна будет держать весь корпус ну да логично это длинная в пластик длинная все а теперь моя душа спокойно что разобрал посмотрел подключается он к компьютерный бп ну вообще его поставится в сторонку куда-нибудь вон туда где не видно на край стола и потихонечку подкручишь во время ремонта так что он должен постоянно будет сети включен блины защиты не посмотрел она сейчас видео пересмотрю там по он был предохранитель точно там должен быть на всякий случай себя нужен предохранитель если что-то работает постоянно от сети включаем туда же заземление есть хотя у меня в хате его нету но к сведению раз два три фига себе тут я не знаю что он такой сильный но вообще вот это свечение да его за километр увидишь даже сильное свечение можно даже пленочку наклеить если будет слишком ярко цифры очень четкие там очень-очень такие прям яркие четкие едко зеленые 31 вольт даже не 30 а 31 вот так регулируется до бузер есть крышка вручную долго крутить тут как бы он идет универсальный типа если такие на 2 то есть есть грубая настройка и мелкая настройка а тут все вместе из этого надо будет крутить 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 но есть память она как раз компенсирует именно вот этот долгий недостаток хотя если сильно научиться можно и крутить мы не знаю что так медленно самом деле медленновато так но амперы например такая максималка максималка 10 и 20 даже небольшой запас есть хорошо так в 10 до 100 10 ампер очень любимая всеми современными гаджетами напряжение есть у меня такая штука ну как вот так делать но если есть другая штука как через три переходника будет не так четко но должен быть 2 ампер ара без проблем полтора 0 88 но 77 а 472 но тут личные потери в этих переходниках и думаю 2 должен выдержать 45 вольт так если напрямую включить ну так то работает но непонятно жалко что вот это не показывает сколько есть бы потребляет это бы вообще круто так теперь попробуем разобраться что такое память сейчас поиграюсь и посмотрю им паять теперь можно посмотрю как здесь запоминать это неудобно каждый раз крутить это что такое кажись надо нажимать долго на клавишу тогда он запомнит все очень просто если быстро хочешь он не увидит даже не успевает да ну есть недостатки вот как это решается на кнопки можно нажимать но это совсем другое дело а вот за это респект решили эту проблему таким способом нормально так мы какой-нибудь из тоже можно дать тоже можно нажимать ты случайно об этом узнал так 33 вольта и пускай будет один ампер и вот так сидишь переключаешься все очень даже понятно и круто если а вот подключить это то что он как раз мы здесь то я слышал там про недостаток который писали в комментариях типа если нажимаешь аутпут он держит 5 вольт а если ты включаешь свое питание она медленно понижается видите то есть нельзя сразу подключать нагрузку с ним ниже напряжения лишь не сразу значение меняется хочу бы не запомнить последние параметры которые здесь было да надо его прошить короче срочно то есть вот здесь должно быть то что я поставил до этого потом уже переключаю своими клавишами ну как то так это вот cp как я понял это защита от замыкания но она и должна быть по умолчанию по идее странно что ждать тестировать непривычное управление поэтому ко всему можно привыкнуть деваться некуда столько денег отворю поэтому буду пользоваться как есть вот 4 кнопку можно было по-другому запрограммировать я думаю и так включаем минус плюс это мощная лампа и и даже тяжело запустить любым простым мелким блоком питания так вот здесь я поставил 20 вольт и так я подключаю лампочку не происходит абсолютно ничего ну вот обалдеть макс подожди-ка это чувство как будто тебя надули на как шарика че за фигня где напряжение где ток так еще раз может и завис мне я просто балдею со всего конечно он не работает и на пойду чай попью слушайте я только бросил пить недавно на 40 дней но нет слов 6000 ты чё ты чё делаешь алё ну все правильно извиняюсь что-то что-то может я накосячил подождите вот же фух все ладно беру свои слова обратно но все того нужно понимаешь что не коровка же покупаешь но вот потребление тока сразу замеряет мощность супер удобно хоть таблицу записывай ведь как удобно теперь не надо мультиметры подключать земляйте у тока круче ленивый радиолюбитель теперь из меня получится как и обычно еще более ленивый взять что что не работа только просто контакт что него а как же защита от кз раз два три о написано си си это на короткое замыкание 999 ампер 0 6 вольт провода греются точно все равно выдает а в сэпп все сразу за вещь сразу щита работает но я думал режиме от сэпп лучше работать а и смотрю он отключается пока не нажмешь ее то есть он сразу стопается теперь никак не сбросить странно типа сбросит спрос помощью опыт можно сделать так сейчас вообще какое напряжение стоит но я вижу конечно но еще раз м1 запомнил то что хочу он сразу не запустился он типа меня проверял это лампа сдохшая все нормально было но обязательно нажимать аутпут выход я догнал пока ты аутпут не нажмешь напряжение не будет стоп а аврика открытие ой как ярко то 3 ампера 36 ватт она сейчас идет что это вам подолгом нему соль его глаза давайте мы ее вместе спалим за вот как раз это хороший нагрузчик такой вы час 0 вольт 0 ампер все четко теперь повышаем потихонечку так спиралька начал работать при одном вольте блин офигенная вещь вот именно лабораторник он так называется чтобы лабораторию свой организовать можно изучать электронику лишь вот здесь вот а ну вот красный цвет появился уже тихо тихо 1 на максимум пофиг от 1 вольт уже идет вон ми мини-мини свечение видно вот там такое чуть-чуть красная вот даже даже я вижу знаете когда-то 0 5 вольт уже глазом еле видно в темноте его видно можно так хорошо вот 2 вольта уже есть 3 вольта 4 это галогенка мощная ну в авто стоят такие 5 вольт любите вольтах она потребляет 2 ампера то есть 10 ватт светит довольно прилично сколько тепла от него это просто кипятильник так шо так еще можете ну не знаю на 6 запустить полуаккумулятора уже принципе неплохо мне нравится как четко сюда я то есть мой вот который самодельного у него все плавает попробуем даже 2 амперы максимум вытаскивает там то есть он где-то вот так работает у меня 5 вольт 2 ампера это при 20 вольтах вот короче не забить это все в прошлом вот теперь нормальная вещь допускай импульсный будет 9 вольт 2 с половиной ампера вот ее номинал 12 вольт 3 ампера в принципе как по справочнику 36 ватт на ней так и написано 35 36 так 16 вольт сейчас уже глазки то мы и будет щипать ну 15 это 3 и 4 ампера 17 18 у начала что-то плавится сейчас зарвется 622 а все спалил ладно ради моих дорогих подписчиков можно лампочка лежала много лет и ждала своего часа ну что ж ты ее проверил макс ты пульсации не проверил уху запах не хороший а уча курить не будьте вот тут она раскалилась как утюг даже больше но она уже не сработает ну клево да серьезно мне дочная такие эксперименты ладно вот на это и проверим такой силу только конечно сколько нам было видали там уже превышение двукратное было на 220 вольтовый тоже будет работать только не так сильно хочу я парюсь вот так вот 31 вольт не так себе конечно это нагрузочка туда же 100 миллиампер нету потребление 0 3 они 3 а 3 ватта ровно 3 ватта потребления вот я такие же делал штуки на низком напряжении и обогревали не аквариум они реально как кипятильники такие слабые очень долго и работали отлично этом были рыбки специфические вот и они вполне себе жили с лампочками кстати а чё пропеллер не крутится даже не нагрелась странно это хорошо что она не шумная потому что шум это плохо сами понимаете сидишь такой спокойно что шумит тут что-то эхо алиэкспресс чем же ты меня только не радуешь там есть такие вот штуки там есть такие штуки там есть такие штуки так и все это нам надо и по и все это когда есть очень интересно можно вечерами сидеть и изучать каждую детальку так я очень подключу вот эту прикольную штуку под названием осциллограф он показывает 30 вольт и какие-то небольшие пульсации но что-то на пол на уровне погрешности надо конечно было жалко я слишком рано спалил лампочку но мы можно по-другому сделать нужно любой потребитель мощный взять а теперь научился управлять быстро это гораздо быстрее даже чем на моем хвалу это кнопочки кто что придумал классно так лампочка короче пока отходит ему на нагрузку нагрузку проверим вот у меня два резистора они вполне подойдут как нагрузочные их сопротивление 5 ом но так как они сейчас включены через выключатель там вполне себе 2 с половиной будет сопротивление падает как вы знаете в два раза заодно заценим пульсации на нужных основных там напряжениях на чем-нибудь таком так пока ноль калибруем по нулю что тут видит непонятно поставим стандартная 1 так как было 12 вольт ой блин 5 ампер это ужасная сила тока меньше меньше делай так пульсаться вроде не было 5 вольт 1 и 9 ампер ну тоже дофига щаса был жестко нагреется сильно уже гуляки 5 просто кипятильник но все в онлайн-режиме перед вами 45 вольт показа здесь 5 но кто-то из них врет мне кажется вот этот больше врет все-таки он немножко для другого сделан чуть-то провода греются быстрее максим 13 вольт 11 вольт пульсации нету удивительно аутпут 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 все успокойся вот их поджарю конечно сейчас трогать конечно же я это не буду что действительно пульсации нет да клево там просто и хотел еще модификацию кседа сделать на выходе поставить конденсаторы ну обычные конденсаторы как раз нормально обдувает нет не показывает удивительно ну чуть-чуть бывает таких пролетают ну они даже носим даже для вас покажу 24 вольта но нет не хочу спалить его ладно пуль видите даже на 24 работает целых 0 2 ампера потребления все держит успокойся ты мне еще нужен для теста бытовых плат вместо вентилятора холодильника прям не знаю как сказать мне вообще это радует но все сами видите а кстати давайте сравним с мультиметром хорошим все показания надо было сразу смотреть и осциллограф у нас понимаешь и мультиметр все будет сейчас показывать резкий скачок ничего мы не видели все работает мультиметр очень точно этот самый точный все что у меня был но ну на вот это шикарно как я говорю это база иметь такой мультиметр и такое будет питание из обувь три отличных прибора добавьте сюда паяльник пару инструментов вот и все вот и лаборатория готова все это можно купить все хорошо постараться тысяч за 15 все выйдет вместе с радиодеталями и будете заниматься радиотехникой ну что ж спасибо за просмотр я пока вроде все что знал сделал мне все нравится уже вот эта кнопочка понравилась память легко в принципе запоминается странно то сколько 12 и сколько было и вот это вот аккуратней будьте вот так и легко площадь технику подпалить так запомним его все ось 5 вот смотрите при переключении до 9 вольт переключая на 5 вот 5 вот 9 вот 5 вот 12 вот 5 вот да нормально все никакого такого скачка я просто писали типа если кнопка что-то output нажимаешь вот старое напряжение показывает только еще раз вот тут 9 вольт выключили включили вот тут поставили 5 вольт выключили включили нормально все может быть имеется до 10 9 вольт потом 5 а потом включаешь он 9 показывает нет тогда в чем проблема напишите просто в комментариях что-то именно указывали с эта кнопка вот тут связано может это исправили уже новая прошивка вот двенадцать вольт и типа когда ставишь другое напряжение но она тоже и держит который то выставил в чем проблема не знаю а ну макс пар какой же ты макс пауэр без макс пауэр теста что ж давайте последний тест и закончим тогда обзорчик а какой крокодил сильный прямо аллигатор есть у меня такая штука а что это такое макс это от фена осталось фенатен или тэн от фена короче не хромовая проволока фиг его знает какого сопротивления но должно быть мощная он еще все включим из лога все по себе замерим она должна вот так а вот тут выключим минуту удобно ну чтобы вот так вот и делать я тут шина проши крокодила и наконец-то у меня есть крокодил привет подписчику который каждый раз писал это в каждом видео теперь есть крокодила на лабораторнике где же вам повысок ли так ну что ж проверим теперь это не хромовые проволоки на 30 это много кстати сбивается напряжение если вы скидывать но начнем с 9 пошла нагрузка 10 ампер 2 вольта этот 16 показывает смотри кого-то схождение пошли у что-то плавится так хорошо тогда сделаем вот как выставим на 30 вольт и максимальную силу тока рисковать так по полной да и пусть крокодилы новые вот эти вот сплавлю хотя это термоусадки но блин и щупы мультиметром не жалко да и все тут жалко будет уже не нужно ну для теста поехали не забудьте еще на москорту раз два три максимальная max power мощность но не вытягивает 30 вольт полтора или как дает 10 ампер нагрузка типов даже внутри пошло и величество о горячо тут напишет короткое замыкание это дыма не по зубам штука совдвач есть у меня один тресорматор есть один тресорматор в коротком замыкании весь замкнутый у меня хочется его испытать 0 4 ома очень низкое сопротивление 05 даже боюсь она к за покажет до показывает короткое замыкание он раскаляться начинает прикольный звук сушки так трещит короче с 4 вольта и 10 ампер почти это 40 ватт в принципе тут и подписано я все время в уме умножал а теперь ты даже умножать в уме не надо вот она тихо так силограф мультиметр все подключим о здравствуй вентилятор я же горюш он заработал рано или поздно то есть конечно изнасилование у него идет я то что творю все максимум если на больше 4 3 не дает при таком сопротивление 50 ватт даже получается 50 и хотя если по правильным показаниям 4 3 умножить на 10 43 ватта но это все что я могу пока чем нагрузить блин чё бы еще мощнее сделать ну шумит прилично прикиньте а дует то в другую сторону да он дует в ту сторону в принципе да на горячую деталь нужно дуть а не высасывать так что бы еще сделать с тобой какую пищечку поставить по идее лучше всего автомобильную фару принести только на нее не смотрите она очень будет ярко светить лучше в автомобильную фару от какого-нибудь камаза ну или техники где 24 вольта она бы идеально подошла в качестве нагрузочного такого резистора а-ля светильника короче нужно что-то на 3 ома нагрузка я так понимаю вот эта часть спиральки как раз 3 ома давайте ее подключим про нас горит потому что не рассчитан на такую мощность но может успеем посмотреть ай ты включен был что ли подожди подожди ты не так включился не так немного включилась вот вот так должно быть опасные эксперименты проводить аккуратно да он моментально плавит я ну мне нужно просто засечь пик будет там сколько-то ватт сколько надо уже 4,6 ома да уж 20 вольт было 5 ампер и 100 ватт тихо 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 что-то начало плавиться давай на максималочку ну как то так не успел даже набрать всего только попробую в три спирали что ли прямо законом а в действии короче я не знаю что я тут надел но сопротивление вместе с трансформатором получилось как раз 3 ома практически трансформатор в качестве нагрузки тоже будет использоваться фу сейчас тут расплавится много должно быть хотя бы почти 300 ом давай пути раз два три все ёп фу нет о увидели 280 ом было фу 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 еще раз наука требует жертв конечно ой так все видно блин сейчас провода бедные провода все сплавлю фу 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 включу. Да, он дуглен замыкание. Ладно, на несколько секунд можно. Поехали. Ну вот, да, 300. Посчитайте, вот, 29 вольт тут, 10 ампер в сети, ну, в цепи. Сейчас горит. Вот эта штука. Тянет, тянет, друзья мои. Что и требовалось доказать. Ну, а как ты хотел? Все, по чесноку. Шикарно. А, пульсации? Да никаких пульсаций нет. Ну, эта штука работает до 4 МГц. Даже вентилятор не успел включиться. Надо же. Как-то так. Как-то так. Все. Слушайте, вещица я доволен. Более чем доволен. Спасибо вам огромное за донаты. Часть была куплена с донатов. Часть от ремонтированных плат. Ну, покупочка того стоит. Компактная, кросявишная. Приятненькая такая. С защитами. И самое главное, то, что указали, товарищи-китайцы. Тихо, тихо, тихо. Что работает? Даже автоматика работает. На охлаждение, нагревание. Еще будут строить функцию амметра, как в мультиметре. Это, кстати, вам на заметку, товарищи-китайцы. Будет вообще суперская модель. Можно еще сопротивление цепи было бы мерить. Кнопочкой отдельно раз нажал. Удобно. Так что сделайте. Будет самая продвинутая модель всех наверно. Что встречается. Вот такая провочка от фена помогла. Что ж, занимайтесь радиотехникой. Это очень интересно. Смотрите мои посылки с Алиэкспресс распаковки. Как раз про это, а не большинстве случаев. Покупайте хорошие приборы. Это того стоит. И вот открывается Ксиоми. Ксиоми тоже хорошие вещи делает. Интересно, есть мультиметр? И, точнее, лабораторник от Ксиоми. Хотя и тут дизайн вполне отличный. Да, такой промышленный больше. Но покрашенный. Никаких заусенцев нет. Все очень четко. Что еще до счастья надо? По-моему, это уже одна из лучших покупок вместе с тем, что мы брали уже для нашего канала. О, два ночи. Самое время заниматься радиотехникой. Подписывайтесь на канал, чтобы вместе паять. Смотрите мои стримы по ремонтам. О, какой горячий. Пойду на нем. булочку погри. Как раз на время перекусить. С котлеткой. Как говорится, слава науке. Респект китайцам. Ампера рулит. Чао. Давай. Жги его. Ого. Сто ватт уже. Хотя предупреждение о коротком замыкании. Нет. Отключилось.